Всем привет! Продолжаем рассматривать картину Фредерик Бёртон «Встреча на башенных ступенях». Акварель, гуашь, бумага, размер 95х60, Национальная галерея Ирландии, Дублин. Кстати, по итогам опроса, произведенного в 2012 году, работа Фредерика Ульяма Бёртона «Хелли Лила» и «Хельдель Брант. Встреча на башенных ступенях» была признана самой любимой картиной в Ирландии, а ее репродукцией постоянный бестселлер и ходовой товар в художественных магазинах. Каждый элемент композиции, от предварительных набросков до завершенной работы, иллюстрирует внимание Бёртона к деталям и его обширные знания о средневековом мире, а также утонченное чувство цвета. Получив травму правой руки в детстве, Бёртон писал левой, при этом он не выносил запаха масла, поэтому писал краской только на водной основе. Сюжет взят из средневековой датской баллады, которая передавалась устно и была записана с различными изменениями поэтом Уильям Моррисоном в стихотворении под названием «Эрл Брант». Валае рассказывается, как Хиллелила влюбилась в Хильдебранда, одного из 12 своих охранников, но ее отец рассматривал молодого солдата как неподходящую партию для дочери и приказал своим сыновьям убить его. Художник изобразил влюбленных момент их последней встречи перед прощанием. Они уже никогда не видят друг друга. Последний взгляд уже был, Хиллелила его не выдержала, отвернулась и жар спутанных мыслей остужали каменные стены. Хильдебранд держит ее жестом, полным страстью, но отречение витает в воздухе и разделяет их. Он пьет тепло ее тело, которое уже отдает холодом камни. На картине Хильдебранд вдыхает ее растерянность и смятение, осознавая, что уже мертв, что уже предан. Она отворачивается, предчувствуя, что предаст. Вскоре после этого отец девушки и его шесть сыновей падут во время драки с Хильдебрандом. Хиллелила успеет сохранить жизнь самому младшему, седьмому брату, который в благодарность за спасение казнит ее, протащив привязанной к лошади через подлеск. У древних датчан существовало поверье, что если во время боя окликнуть воина по имени, он теряет свою силу, а с ней и жизнь. Меня по имени ты не зови, меня по имени ты не зови, если даже увидишь лежащим в крови. Не называй мое имя вслух, пока не спущу я дух. Под ногами Хиллелилы рассыпаны лепестки белого цветка. Цветок, подаренный любовником, был сжат в ее руке и осыпался, теряя лепестки, которые медленно падали к ногам, чтобы быть растопкой. Хиллелила покорно ждала твоей участи, однако в последний момент, пожалев младшего брата, либо желая восстановить часть семьи, убила Хильдебранд, окликнув его по имени. Изображение нежного прикосновения и поцелуя к вытятой руке женщины и отсутствие зрительного контакта добавляет остроту картин. Такое описание нашел в картине Фредерика Бертона «Встреча на башенных ступенях». Пока!